За прошедшие четыре месяца в Сарове произошло 19 аварий, в которых пострадали люди. Это на 8 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном это столкновения авто, наезды на пешеходы и препятствия. Основными причинами указанного дорожно-транспортных происшествий является нарушение правил проезда пешеходных переходов и очередность их проезда. С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории обслуживания проводятся профилактические мероприятия, направленные на выявление водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также наркотического. Такие операции, как бах, уструба, внимание, пешеход, главный пассажир, электровело-мототранспорт. Всего за отчетный период было проведено 17 профилактических мероприятий. 64 водителя наказали за управление автомобилем в состоянии опьянения. 8 случаев, когда шофера под градусом задержали повторно. С начала года в четырех ДТП пострадали дети. В одном семилетнего мальчика сбили на краю проезжей части. Тротуар рядом он почему-то проигнорировал. Два случая, когда водители не уступили дорогу несовершеннолетним пешеходам на переходе. В другом ДТП пострадал 13-летний пассажир. Во время движения был пристегнут ремнем безопасности. С целью профилактики ДТП на территории обслуживания с участием несовершеннолетних участников дорожного движения регулярно проводятся занятия в общеобразовательных учреждениях города с обсуждением конкретных примеров случаев ДТП с участием детей. Сотрудники госавтоинспекции, закрепленной за общеобразовательными учреждениями, проводят беседы по безопасности дорожного движения в школах и дошкольных учреждениях. В преддверии летних каникул госавтоинспекторы напоминают водителям и пешеходам о бдительности на дорогах, призывают родителей повторить с детьми основные правила безопасности.